Микс Ньюс План Кур План Кур Рига-диско Привет, друзья, это программа «Давай» в 15.15, как всегда, по пятницам. Меня зовут Андрей Лешкевич, Марис Моркан, звукорежиссер Родион Золотарев. Нашу программу сегодня проводим на другой планете. Планета называется «Епутма». В гостях у нас фронтмен, лидер группы «Епутма Саунд Систем» Гош Снобо. Здравствуй, Гош. Гош подает знаки. И менеджер группы «Алекс Леонов», который также известен под именем «Джон». Здравствуй, Джон. Джон, потому что был похож на Джона Леннона, как мы выяснили. Совсем... Во времена «Епутма», собственно. А теперь 20 лет назад. Даже 25, наверное. Патлы до... До лопаток были, да. До крыльев. Какие лопатки? А, до крыльев. А теперь на Стива Джобса больше похоже. Можно Стиву передать прозвище. А Гош пришел в очках, и, насколько я понимаю, это те самые очки. Те самые очки. Их можно с такой приставкой говорить. Те самые очки. Те самые очки. А пыль сдувал, вот сейчас как доставал? Или на протяжении 20 лет носил тоже реверские очки? Как можно их сохранить было? Переезды... Ну, такое нельзя не сохранить. Тем более, что это дар, на самом-то деле. Дар от участника «Епутмы» Дмитрия Загги, который их носил еще во время группы «Пасаки» «Онкулемата». И передал их мне, когда «Пасаки» «Онкулемата», можно сказать так, воссоединились, превратившись уже в «Епутму». В «Епутму» и название «Епутме»? Планета. Что за планета «Епутма»? Я, на самом деле, только сегодня понял, что вот как можно назвать человека по имени Влад Яковлев, к сожалению, покойного, который, ну, может быть, даже не будем называть его покойным, скорее, оставившим нашу Солнечную систему и продолжившему облет галактики. Наши, мы радио, но нас потом могут видеть сейчас, увидят потом, и вот видят пластинку, видят пластинку, на которой космонавт изображен. Да, две пластинки. Да, это Влад Яковлев. Это Влад Яковлев. Это Влад Яковлев. Журналист журнала «Птюч». Корреспондент. В частности, в частности, но не только, да, но прежде всего, да, а также поэт, философ, космонавт, очень хороший человек. Вот, так вот, на самом деле, я всегда пытаюсь подобрать слова, как же, кто же он, кроме того, что он перкуссионист, и так далее, кто же, какую же роль, если называли гуру, называли там… Да, это вдохновитель. Да, это вдохновитель. Крестный отец во всех смыслах этого слова. То есть, в том числе он, давший, придумавший слово «япутма». А «япутмянский бюллетень» это он составлял, или вы всем коллективом? Всем коллективом, наверное, большую часть я, наверное, все-таки. Но, скажем, в одном из них было совместное творение диско-братьев «Бонго» и «Чуба». Да, а на этой планете есть год клоуна, год овцы, это… Год клоуна и год ослика. А, год ослика, да, это важно, да. Очень многие в Риге уже знают, но мы еще раз напомним, на всякий случай, если кто-то не знает, что группа «япутма» переиздала свой классический альбом. Презентация состоялась 21 декабря, спустя 21 год, по адресу такая-то улица 22, почти. Почти, видимо, на 21 была занята. Перездала свой альбом, тот, кто нас смотрит или смотрит уже в записи, вот он перед вами, обложка обновленная тоже. То есть это, ну, в оригинале, то есть, я не хочу все рассказывать о наших героев, в оригинале альбом был издан на кассете, сейчас он издан сразу на двух носителях. На трех. На трех, извините. На трех. Еще на сумке я забыл. Нет, это уже четвертый. На кавелил, да, я знаю, знаю. Да, ну тогда я так продолжу рассказывать или... Нет, Гош, пожалуйста. Я тоже буду рассказывать. Оригинальный альбом был выпущен в 96-м году на кассете местным лейбом Anne-Marie Records, которые выпускали еще группу Fact, группу Satellites LV, группу ZigZag. Практически лучше, что было. Ну да, 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 да. Но существовали они недолго, впрочем, так же, как и Eputma тоже. То есть пару лет где-то. А, там, мой сольник они выпустили потом уже. Значит, выпустили только на кассете. Он был тиражом примерно тысячи экземпляров. Он был достаточно быстро распродан и с тех пор больше никогда не переиздавался. Какое-то время назад я его выложил на Bandcamp, на наш Bandcamp, eputma.bandcamp.com, на котором лежат и все остальные архивные записи, как Eputma, так и проектов до и после, типа Spinner, Спаса Кенклимата, Гоша и новые ежи. Север – это проект дизайнера и басиста группы. Например, альбом Влада Яковлева, сольник еще 1993 года. EP или альбом? Альбом, альбом, настоящий, да. В общем, такой архивный сайт eputma.bandcamp.com. Ну, и вот он лежал там все это время, и все это время знакомые и незнакомые периодически приставали к нам и говорили, ну, слушайте, может быть, все-таки это переиздать, тем более тут все переиздают. Ну, тут случился виниловый бум. Все переиздают. Ну, в Моми-то роль переиздали 20-летний, ну, альбом «Морская» 20 лет. Даже не будем говорить по-россиянски, если мы говорим про Прибалтов или даже про Латву. Очень много, скажем, каких-то там старых альбомов тоже начинают мастерить и переиздавать. Ну, например, группа «Цемент», да, сделали, по-моему, даже фанаты без участия Андрея Химовича сделали, по-моему, коробку с семью дисками. Нашли такие уникальные записи по хронологии, сложили. Это тоже можно считать, да, переиздачей? Можно считать, да. Или, скажем, сейчас вот «Дзелтные пастники» переиздаются на виниле. Даже «НСРД» вышли две пластинки аж, по-моему. Пастунки крутые, да. Ладно, потом расскажешь. Надеюсь, стою, реставрация, здарница. Все, я понял. Да. Это Джон. Джон уступил. Ну и вот, вообще случился виниловый бум, правильно? То есть виниловый хайп. Конечно, покупать на виниле, ну, возможно, будет меньшее количество людей, но зато они точно покупают. Потому что сейчас на «ЦД» переиздавать, ну, как-то... Ну, для многих людей «ЦД» не является ценностью, потому что то же самое можно скачать с «Бендкэмпа», послушать, там, на флешку засунуть машину. Ну, в машине разве что, но в машине тоже уже можно с телефона с чего угодно. Для меня, скажем, как коллекционера, тем более, который слушает очень много «Экспериментал», «Эмбиент», для меня «ЦД» – это вообще главный формат, как ни стану, а не винил. Вот, а для многих людей, наоборот, ну, «ЦД» для них это выбросил вообще, не пользуется. А вот... Ну, в общем, поэтому винил, вот подумали, что вот всё-таки надо, надо сделать винил раз, но поскольку, тем более, я любитель «ЦД», ну, и всё-таки дать людям выбор, опять же. Мы решили, что настоять на том, чтобы это был обязательно двойной формат. Это двойной винил. Двойной винил. Двойной винил, потому что, ну, альбом и так по себе длинный. Ну, не влез бы на одну. Не влез бы на одну, по-любому. А во-вторых, мы дополнили его длинным концертным куском, 21-минутный. Да, мы его сегодня кусок услышали. Да, это концерт, который в несуществующем клубе «Зеро Зона» был, да? Да, точно. В несуществующем. Существовал очень даже успешно. Нет, сейчас. Я был в «Зеро Зон» на ёлочке, мне было лет шесть. В момент, когда вы... Да, в «Зеро Зон» на ёлочке. А потом говорили, я не знаю, официально, что... Папа, папа, не веди меня в зону. Не веди меня на епутму. Нет, на зону, на зону. Говорили, что закрыли из-за проблем с наркотиками этот клуб. Да, но я был, кстати, в «Зеро Зоне», не кстати, но вспоминали мы «Метро» как раз на «Морской», на первом концерте, который был в Риге. Вот в блоге я читал, когда какое-то предисловие, ну, у вас история этого альбома. Вот эта вот формулировка, ты ещё сказал, что стали люди говорить, вот когда переиздашь, а там было написано «Поговаривают, что альбом стал культовым». Как произошло это понимание того, что он... В каком году, да. Да, это как-то нарастало, или вдруг свалились там какие-то комментарии людей. Что культовое свидетельство? Или Джон сказал, что это культово. Я менеджер, я считаю. Скажи, да, может, со стороны немножко. Да, нужно сказать радио, нужно сказать. На мой взгляд, группа в своё время, она опередила своё время, да, и тогда никто не играл на сцене на пластинках, да, мы это делали, да. Было очень много элементов, которые касались электронной музыки, да, но игрались вживую. Так тоже тогда никто не играл, и многие люди, ну, вот, они удивлялись этому, да, или говорили, вы сумасшедшие. Такое количество аппаратуры, да. Да, и только спустя там какие-то годы начали появляться группы, в том числе и на Западе, там, типа Фрейтлесс, там, или ещё что-то. Фрейтлесс – это электроника, чисто. Это электроника. Скажи, LCD Sound System, вообще, ближайший аналог. Но это уже позже. Позже? Это всё стало появляться позже, то есть, в 96-м году этому не было аналогов даже на Западе. Ну, или мало, или очень мало. Или очень мало, они были очень неизвестны, тем более здесь, в Латвии. То есть, то, что потом стало называться Dance Punk или Space Rock, ну, Space Rock, он, может быть, такой, скорее, такой, психоделически абстрактный, да, вы понимаете, Dance Punk, именно. И поэтому вокруг группы появилась некая тусовка, которая, ну, как бы, слушала такую музыку, которая, ну, вела какой-то определённый образ жизни, да. Образ жизни – это Марку? Марку съесть на концерте? Нет, это танцевать, веселиться. Ну, ваш музыкальный язык, и на этом альбоме здесь представлено, ну, несколько, если там не пять, не семь направлений, да. Вот это то, что называется Rigas Disco, это, наверное, единственное в этом стиле, можно, ну, что-то похожее на диско. Но у вас очень много всех. И вот это вот, как вы сформулировали в одном из интервью, я слушал, что такой музыкальный цирк. Да, музыкальный цирк. Как это сформулировалось? Вот это вот представление, при определении. Ну, музыкальный диск – это подход, свойственный всем, вообще, моим проектам. Да. Или, там, моим, или нашим проектам. Еще начиная с пасок и онкулемота, скажем так. То есть, пасок и онкулемота тоже занимались тем же самым музыкальным цирком, смешивая всевозможные стили, иногда в рамках одной песни. Просто это было больше с упором на такой, с фокусом на инди-рок. Да. Типа, типа, пикси и так далее, такого типа. А Ипутман Саунд Систем – это музыкальный цирк с фокусом, с уклоном в танцевальную электронную музыку, который исполняется живьем при этом. Но при этом Ипутман Саунд Систем всегда исполнял песни тоже самые разные. Обычно всегда это было по принципу двух частей программы. Первая часть программы официальная, как говорил барабанщик, когда отыгрываются песни. В общем, песни могут быть, там, Манчестер, это может быть, там, блюз даже, это баллады, это может быть диско, это может быть дабрегги, все что угодно. Ска, там, и так далее, каверы все возможные. А потом это все плавненько перетекает обычно через песню «Through the space», например, да. Это перетекает в такую длинную танцевальную импровизацию уже без песен или, может быть, с какими-то фрагментарными какими-то. То есть, без слов, может быть. Или с какими-то лозунгами, там, как MC, там, кричал что-нибудь, да. И эти вот импровизации танцевальные, ну, как правило, там, от 120 до 150 бпм, они могли продолжаться от получаса до, там, двух часов. Двух часов. Ну, сформулировался музыкальный язык, да. Вы просуществовали несколько лет. Почему вы расстались? Может быть, Джон помнит, сколько было концертов живых здесь сыграно за это время? Ну, несколько десятков было сыграно, я сейчас не могу сказать, там, это было 30-40. По всей Латвии, в общем-то. Ну, в общем-то, по всей Латвии, да, хотя в основном в Риге, конечно. Ну, и фестиваль был, да, в Левгии? Далгов пил слепая. Далгов пил слепая, в Венспелсе, в Тукумсе. И почему прекратилось? Елгова. Елгова. В Валгар. Почему расстались? Почему два года всего? Как комета пролетела и потухла. Да, а при этом это, ну, все параллельно всем рассказывали, что это культовая группа. Нет, культовый родился потом. Нет, может быть, это и тогда уже, в принципе, начало рождаться. Я все-таки закончил по поводу культа. Я думаю, что вот Джон начал на тему того, что... Я хотел услышать, когда появилось ощущение четкое, что это культ. Ну, во-первых, конечно, дисклеймер. Очень тяжело говорить про себя, что ты культовый, что твоя группа... Ну, можно говорить, я 21 год назад. Можно переначивать. Вот, вот это, очень верно ты заметил, потому что вот почему мне вообще не стыдно все это презентовать и так далее, потому что на самом-то деле я презентую не альбом свой и так далее, я презентую альбом совершенно другого человека, который ко мне вообще почти не имеет никакого отношения. И именно благодаря... Ну, это было другое тысячелетие, столетие, совершенно другой человек. Мы все были другие люди. И через некоторое время, я думаю, что это происходит со многими артистами и их творениями, не только с нами. Через некоторое время, когда проходит несколько лет, ты уже как бы... А иногда даже почти сразу. Ты отходишь, как бы от тебя это творение отделяется, оно тебе уже не принадлежит. Ты на него смотришь, и ты говоришь, и это я сделал? Да не может быть. Оно сделалось. Это, ну... Высправно говоря, дар божий, да? Ну, дар епутный. Епутный – это не только планета, между прочим, это божество верховное. Это божество ритма, а мы все его дети. Ну, а кто сделал этот смертельный номер? Что я... Если это у вас музыкальный цирк, вы два года выпускаете, делаете какой-то вот этот смертельный номер, и после этого не выступаете. Почему? Почему это произошло? Потому что вообще эту музыку, ну, ее нельзя играть профессионально. Ее нельзя играть долго. Мы вообще все непрофессионалы. Мы любители до мозга костей. Любители-дилетанты. Прекрасные дилетанты по пути в гастроном. Ее нельзя... Эту музыку нельзя поставить на поток, на конвейер, и повторять раз за разом одни и те же номера и так далее. Ну, невозможно. Поэтому, скажем, главные хиты, под которыми мы узнавались, это прежде всего кавер на Go Go Yellow Screen. Да. Свят, свят, свят. Ну, и там Through the Space, допустим, да. Кстати, эти ребята, я так понимаю, разрешили вам этот кавер играть только сейчас. Да, да. Недавно. А что до этого было? Это нелегально было? Ну, конечно, да, конечно. Ну, как, а кто подумает в те времена контактировать, да? Но сейчас, когда выпускали пластинку, да, написали, списались, объяснили. Я длинное письмо написал. С нидерландцами. Объяснил все, как бы, что так далее, что, извините, мы на этом ни копейки не заработали, поэтому и сейчас не собираемся зарабатывать. Ну, да, свой же GD Vision не консультировал. Нет, свой же не кавер, это уже докторение. А по поводу, извини, по поводу конвейера нельзя ставить. Я так понимаю, ты часто говоришь, что вы не играете сейчас. Ну, вот почему на презентации не было музыки? Потому что уже это нельзя играть сейчас, это должны играть. Вот, у меня цитата была выписана, искрящиеся молодые люди, что-то такое. Но, во-первых, есть примеры, у кого это с переменным, то есть с разным успехом получается, там все Rolling Stones себя вспоминают. Но я хочу... Я бы просто вспомнил свою любимую российскую группу «Аукцион», например. Они все те же свои песни 90-х, видно, что они кайфуют, замечательно сейчас играют. И сколько там, 50-ти с чем-то летний горкуша прыгает. Исключение есть. Исключение есть. Но это исключение. Вы не верите в это исключение? Ну, то есть, в нашем случае это невозможно по нескольким причинам. Во-первых, не все с нами. Прежде всего, Влад Яковлев, крестный отец. Во-вторых, даже оставшиеся люди, они тоже не все вместе. В-третьих, не все люди вообще играют до сих пор. Я больше не играю. Я не играю с 99-го года. На гитаре? На гитаре. Вообще не на чем играю. Не играю, не пою. Все. То есть, вот это было, это прошло. Смертельный номер. Это было десятилетие лучшее в моей жизни. В общем-то, вся моя жизнь была вот в этом десятилетии. Но все, это закончилось. А может быть, Гошу подменили с планеты Япута? Да, прислали не того. Мы сейчас прервемся, а перед этим послушаем с этой пластинки живую композицию, то есть, живой звук. Life is Zero Zone 96-го года. Два слова, Гоша и Джон, об этом треке. На самом деле, мы были единственной группой, которую пустили в Zero Zone вообще сыграть живую. Ну, из Латвии. Потому что все остальные, они говорили, что не их формат или еще что-то. А вот с ребятами Zero Zone познакомились как раз на Лепост-Дзинтерс. Там они ставили оборудование. В том, где вы заняли первое место. Да, и они там нас услышали, оценили и сказали, что вот вот эта та банда, которая у нас отлично выступит. И специально тогда для выступления сделали на сцене какая-то вот была такая... Многоэтажная конструкция как леса, как строительные леса. Чтобы поместилось, что-то типа строительных лесов, мы все на разных уровнях стояли. Музыкантов много. Музыкантов на сцене 7-8 человек было тогда. Ну, и вообще в процессе всей жизни не путмы, да, было порядка 8 музыкантов, которые одновременно играют что-то на сцене, что-то делают. Кстати, в качестве примера аукцион, да, вот что-то такое. Или Хорюхин, поп-механик. Да, может, что-то в этом есть, да. Потому что особенно там количество перкуссионистов варьировалось. То есть, если там ядро – это 6 человек, да, минимальный состав, да, то количество перкуссионистов там могло быть 4-5. И вот в Zero Zone как раз всех разместили на нескольких этажах этих конструкций. Плюс стейдж-дизайн специальный, кто сделал наш арт-директор по имени Тарантино. Давайте послушаем. Послушаем сейчас, да. По-прежнему находимся на планете Ипутма, Саундсистем, Гоша Сноба и Алекс Леонов. Соответственно, фронтмен и менеджер группы у нас сегодня в гостях. Говоря о последнем вашем, ну, вот, последних концертах, так получилось, по крайней мере, у меня есть такая информация, что в 98-99 году один из героев нашей недавней программы «Давай», Мартин Шкиберс, пригласил вас на киностудию сыграть на тусовке «Интегрейшн партии». Это правда? И тогда вы еще какой-то трюк выкинули, что это была не совсем Ипутма. Да, это было здорово. То есть мы официально распались, наверное, где-то в 97-м году. В 97-м году. Летом или осенью где-то так примерно. Сентябрь 97-го, да. Сентябрь, это был последний маленький концертик, да? Нет. Это был концер... Ну, я уже не помню, да. Точно. То есть, в принципе, закончилась Ипутма с тем, что я на сцене классическим образом разбил гитару. Это в токумсе было. Да, в токумсе. В исполнении «Go, Go, your string», потому что почувствовал, что все, надо ставить точку, да. Ну, после этого надо было еще что-то отыграть. Ну, в общем, короче, 97-й год Ипутма закончилась, и практически сразу начали нас теребить, что, типа, может быть, все-таки не закончились, может быть, все-таки сыграете концерт? Нет, 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 нет. Каждый занялся своими делами, там, то, сё. Кирилл занялся Эмбиентом, я там своим... Ксольной электроникой, там, ребята организовали Спиннерс, трепхоп-банду, или Спиннерс был позже? Спиннерс был позже, наверное, я уже не помню сейчас. Ну, и в общем, несколько лет, вот эти полтора или два года нас постоянно теребили, ну, может быть, все-таки воссоединитесь, может быть, сыграете и так далее. Нет, нет, нет. Достало, надоело, это невозможно и так далее. Влад уехал, тем более. Вот. И тут, когда Мартин Штиберс, а поскольку тогда, ну, Мартин Штиберс для нас тогда это была очень важная фигура, который, отец лаунж-движения, который поддержал, так сказать, когда рейвы уже стали коммерческими. Мы с ним о коммерче говорили. О цирке, ну да. Да, рейвы стали коммерческими, то есть из них ушло искусство, да, это уже стало такое какое-то непонятное что, фабрика. Вот. И тогда вот Сейтрон, Штиберс, Касабланка, Дэвид Рукстуши, да, вот это глоток, даже не глоток свежего воздуха, это много глотков свежего воздуха, да. Вот, я сам там уже играл, просто жил на этой Касабланке и так далее. Ну, и вот, и когда Мартинш просит, говорит, вот мы устроим тут integration party, может быть, все-таки сыграть, но тут было невозможно отказать. И я такой к ребятам, слушайте, ну, вот я все понимаю, ну, может, типа, мы уже отдохнули друг от друга, может быть, и от этой музыки, может, сыграем, но все такие, ну, ну, может быть. Я говорю, слушайте, а что если мы не будем и путму играть, а мы сыграем пасок, ионку, 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 ионку? Ядро, то же самое, четыре человека. Все такие, ну-ка, 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 я одолжил гитару, может, меня-то и не было, я же ее разбил, да, и мы так пошли куда-то там, достали место репетиционное, и когда мы попробовали сыграть эти вот песни 93-го года, 94-го, пардон, 94-го, от которых мы уже отдохнули очень основательно, это был такой кайф. Вот все это начало вспоминаться, да, и мы очень быстро отрепетировали, все вспомнили. И самое главное, что эти песни, они были достаточно сложные, во многом не сложнее, чем и путмянские, потому что там сплошные там смены темпа, остановки, ускорения, замедления, там в одной песне несколько стилей, и тогда это было немножко даже планка выше, чем мы могли, еще в самом начале. А тут уже все-таки отыграв, сколько там лет прошло, да, элементарно мы их отыграли, и на концерте я дико «Я жалею, что нету записи». Вот это было бы вообще, вот это был бы концертник «Хоть издавай, наверное». Многих записей нет. Но это была «Паса Кенкулемота» под вывеской «Япутма Сауна Система». Да, а почему у вас, почему на английском языке? Был какой-то прицел завладеть всю планету англоязычной? Другую, Земля. Да, да, Земля, да, да, да. Можно и так сказать? Нет, ну... Я всегда говорю, что на английском я думаю, я могу думать. Английский – это язык, по-моему, поп-музыки. Значит, все-таки метили туда поп-музыки. Это раз. Во-вторых, английский – это, если серьезно говорить, это очень удобный инструмент, чтобы... Объединить их? Нет, нет, нет. В результате, да, но это не была цель специальная, так это получилось само собой. Моя цель – на английском можно извергать какие-то... На английском или на формазоне, потому что многие песни на самом деле извергались на формазоне, то есть такой околоанглийский язык, да, который никто не понимает, да, но главное, что я понимаю. И слава богу, что не понимает, потому что можно было какие-то такие вещи из себя извергать, которые, в принципе, и понимать-то людям не стоило бы, чтобы не было лишних вопросов или ассоциаций и так далее. Вот. Это было нужно для меня, чтобы входить в правильное состояние. Ну, а со временем как бы все-таки надо было их дописывать все-таки, особенно перед записью альбома. Вот несколько текстов были написаны уже в студии, чтобы потому что, ну, надо, надо, как бы уже. Что-то Джон добавить хотел по поводу языка. Ну, я просто хотел сказать, что очень часто нам говорили люди там, продюсеры, да, или вот звукозаписывающие лейблы, они все время недоумевали, почему мы на английском, почему вы не поете на латышском или на русском. Да, рига с диска, да. Потому что вас продвинуть на английском практически невозможно, да, и вот... Хотя, казалось бы, через несколько лет наоборот. А через несколько лет, да, это стало новым... Известная группа пела песню «My Star» и открыла себе дорогу, проложила. Да, «Протоветро» потом еще стала петь по-русски, да. Кстати, насчет «Протоветро», ну да. В это же время, да, было. Да, но с другой стороны, в результате получилось действительно объединение, потому что, кстати, вот это важный момент. Что у «Япутмы» не была русская аудитория. Ну и, конечно, чисто латышская тоже не. Это была очень смешанная аудитория. И это совпало с рейв-движением, в которое мы влились и были неотъемлемой частью. Потому что на рейве там не было разделения. На каком языке ты говоришь, это музыка интернациональная. Ну а играть рейв на живых инструментах, это были обстоятельства или это была позиция? Ну или позиция фантастики, да. Это была позиция, потому что мы влюбились в танцевальную музыку. Произошел «Опен» в 95-м году. Мы сходили на «Опен», мы совершенно обалдели. А до «Опена» Влад Яковлев, почему, собственно, в том числе «Крестный отец», потому что Влад до этого уже был участником «Гоши и новых ежей», которые играли какой-то вариант такой странный, там тоже музыкальный цирк. Он привозил «Птюч», я так еще понимаю, из Питера. Он привозил «Птюч», раз, во-вторых, кассеты. С самыми разными записями. «Джангл», «Транс», какой-то там техно всевозможное. И это сдвинуло крышу. Когда мы услышали эти кассеты, мы сказали, все, хотим это играть. Ну а на чем играть? У нас гитары, барабаны, у нас никаких ни секвенсоров, ни компьютеров нет. Вот так и просто стали играть. Это все эти инструменты, у кого что дома есть, да? Сколько это стоило, чтобы собрать все эти инструменты? Там же, наверное, гонорар никакой не подразумевался. Нет, все, что было. Все те же инструменты. Инструменты были старые, раздолбанные, разваливающиеся, ломающиеся на концертах. Вот, например, этот концертный кусок, который недавно звучал, и который занимает всю четвертую сторону пластинки длиной 21 минуты. Которую мы чуть-чуть послушали. Да, на нем, например, слышен звук синтезатора, сломавшегося как раз во время этого концерта. Выступление концерта. Вот он сломался, и он перестал издавать тональные звуки. Он стал издавать звук, который почему-то чуть-чуть не строит, между нотами. И все же есть часть концерта. Он слышен, он слышен, да, и его просто, ну, пришлось, пришлось. То есть у Чуба было два синтеза, две клавишных. Ему пришлось доигрывать концерт только на одном. А на этом можно было только уже такие странные звуки издавать. Вот, они там и слышны. А когда эти вот свисты заканчиваются, да, то слышно, вот этот звук такой немножко не строит. Это сломавшийся синтезатор. И это происходило регулярно. На том же концерте, вот Zero Zone, во имя исполнения свят, 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 go, go, yellow screen, у меня порвалась струна. А когда на гитаре рвется струна, то часто бывает, что гитаря расстраивается. А это, а когда она рвется в середине песни, она доигрывать как-то надо. Я доиграл полпесни, go, go, yellow screen, на совершенно расстроенной гитаре. Влад потом сказал, говорит, классно. Это звучало как butthole surfers для тех, кто в курсе. Вот эту историю все, конечно, вспоминают. Это в Лепый фестиваль, где вы заняли первое место, а Пратова эта гран-при взяла, и, ну, так невольно сравнивают постоянно пути. И вот не было никогда, я не знаю, не то что, не жалели ли, может быть, но не думали ли о том, что и вы могли быть теми, кто вот потом поехал на Евровидение и по коммерческой дорожке пошли? Нет, никогда. Ну, а вы вышли из антерграунда и так далее. Да, откуда это вот желание было взять, ну, откуда силы взять вот это закрыть? Нет, это мы в прошлой части, если ты не помнишь, отстудили. Взять какой закрыт? Ну, и закрыть группу. Мы тогда судили. Я хотел спросить, именно не было желания вот пошла, вот те же люди, которые мы вместе выступали, они пошли по другой дороге. Ну, может быть, Джон, что-то есть тебе сказать по поводу коммерческого потенциала? Ну, мне как менеджеру, конечно, хотелось бы, чтобы проект жил, да, но я не могу заставить Гошу писать песни, вот сиди и пиши. Не можешь. Иди выступай, да, если ему не хочется. И никак не можешь, не только меня. Ну, да. Вот. Что касается Leapest Dentors, это был такой экспериментальный, как сказать, состав. Они впервые использовали в жюри людей из звукозаписывающих компаний, причем это были люди из BMG, EMI, там, Sony. И эти люди, они оценивали в том числе и возможность коммерческого успеха на Западе где-то, да. То есть, в качестве какие-то дополнительные баллы, или я не знаю, как все это добавлялось, как составлялись пункты, по которым оценивались. Ну, вот это было одним из критериев при оценке команд. Да, и вот получилось, что, да, про ТВ3 они взяли тогда гран-при. С песней «Курармана литмашина». Ну, не, не. Хотя они тогда только выпустили Веронику, по-моему, вот песня «Тавас мэс маназут», и она вот только-только вышла. Они ее там чуть ли не первый раз исполняли. Вот. Но, по-моему, заслуженно. Мы взяли тогда первое место, и этому тоже очень многие удивлялись, как вот музыка, которая в Латвии не очень идет, да, так ее оценили. Но результатом победы стала дружба с звукозаписывающими лейблами, да, и в конце концов вот на нас записали как раз благодаря этому фестивалю. Ну, да, мы немножко надеялись на BMG и MI, но… Ну, на самом деле, BMG нас и свели с Анной Марии Рекордс. Ну, когда часто бывают большие лейблы, они все-таки не сразу берут таких безумных групп, они обычно какие-то свои маленькие такие подлейблики. Соблейблы, да, присматриваются. Да, 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 и присматриваются, да, пойдет, не пойдет, если пойдет, тогда уже берем. А вот, говоря, например, о финансовой части, интересно, сколько тогда вот стоило вам, например, сделать альбом и вообще весь этот процесс, сколько он денег требовал, и вот сейчас все это переиздать. Кстати, какой тираж этого дела? 300 экземпляров, из которых там почти 60 занимают бесплатные копии участникам и лицам сопричастным, которых было очень много. Очень небольшой, значит, получается. Ну, 300 экземпляров в наше время это, для винила это почти что стандарт для такой независимой музыки. Но и культовый при этом. Даже и культовый, бывает даже и меньше. Так что долго это обошлось? Ну, это коммерческая тайна, естественно. Ну, обозначьте, скажем так. Просто вот, если кто-то другого захочет. Это же год жизни нужно на этот проект было посвятить. Так и было, да. Ну, потому что очень, да, и долго рисовалась обложка. Да, надо сказать тем, кто слушает, а не видит, что обложка совершенно новая, но на базе классической баночки, которую придумал дизайнер и басист группы Баба Эйч, известный также как Север и Владимир Лейбгом из орбиты, перерисовал ее заново, но при этом мы так долго-долго медитировали на тему этой баночки, летающей в космосе, а все-таки как же с классической красной баночкой на белом фоне, которую все знают, ну, все, как бы, да. И вот так медитируем, медитируем, и в конце концов приняли решение, что винил будет с новой обложкой, а CD будет со старой, ну, с такой переделанной старой красной, да, и кассета тоже, ну, кассета уже потом была идея. Вот, и поэтому, значит, еще по поводу формата, как я уже говорил, что винил, CD, кассета, ну, там еще мерчендайз типа сумочек и так далее, винил и CD призваны дополнять друг друга, то есть, в идеале, идеальная покупка – это бандл. Почему? Потому что разный дизайн раз, во-вторых, конечно, разные места, где слушать, в машине винил не послушаешь, а в-третьих, еще и чуть-чуть даже разный состав, то есть, один, первый трек «You Got Style», он в двух разных версиях. На CD он оригинально альбомный, а на виниле доальбомная версия, там еще полгода назад до этого записанная. Вот, а что тот, кто покупает бандл, вот он получает два в одном. Ну, вот, как ты сам сформулировал тоже в своем, в каком-то предисловии, такой вопрос является ли это как бы актуально, или вот послевкусие какое, что эта музыка актуальна снова, или это какой-то флэшбэк юности, ностальгия, или что-то такое? Ну, это, конечно, точно не мне судить, потому что для меня эта музыка, ну, она уже настолько отстранена от меня, я ее слышал такое количество раз, особенно когда мастеринг делали, потому что мастеринг, там же мастер альбома утерян, его пришлось, и даже и копия, которая всегда была, она была с дефектом, но в последний момент, слава богу, нашлась копия без дефекта, но там был один вначале неудачная попытка мастеринга, очень-очень известный музык мастеринг-инженер, отосланная, но не сделано то, что надо, поставили в другое место, и там прошло через семь стадий мастеринга, то есть я несколько месяцев я слушал практически только одну ипутму, я после этого полгода вообще не мог даже подумать о том, чтобы ее поставить, вот, сейчас уже отдохнул, могу уже опять слушать, да, ну, то есть я, конечно, не могу судить, насколько она актуальна или неактуальна. Ну, я могу судить о каких-то своих ощущениях, да, мне сейчас интересно это послушать, и даже с каким-то удовольствием я это слушаю, ну, вот, ну, я не могу сказать, что это возвращение той музыки сейчас происходит, ну, как-то, по-моему, нет такого. Ну, то есть изменилось все-таки что, да? Ну, конечно, все изменилось. Ну, конечно, да, ну, скажем так, это, конечно, это дело, которое нужно было завершить, это, ну, артефакт истории, и культуры, так пусть, как негромко это сказано, ну, надо было это сделать, потому что и люди просили и так далее. Наставить точку. Да, поставить точку. Точка, да. А что после этой точки? Ну, вот сейчас закрыт гешталь, так сказать, а что теперь? Не знаю. Или я с музыкой... Не знаю, с музыкой у меня лично ничего. Да, тогда в 96-м году в этом иапутмианском бюллетне писали, что на складах еще имеется в наличии кассеты с записью первого подземного альбома Япутма Саунд Систем. Рижская волна – это автоматическое расширение мозга твоего сына. Сокращенно, Рива Аэромоции. Рива Аэромоции. И сокращенно, Ясасу – это Япутма Саунд Систем. В условиях полного безденежья и тотального безудержного веселья героически записывают конкретный двойной альбом. И первое правило, чтобы это было ясного качества. Второе – небывалого размаха идей. И убедительность их воплощения. Вот такие задачи поставили. Да, причем на самом деле имелось в виду как раз не запись этого альбома. Запись имелось в виду альбома Space Trip to Iputma, который доступен на iputmabandcamp.com для бесплатного прослушивания и скачивания. Кстати, как сказать, абсолютно вся музыка на iputmabandcamp.com бесплатно к скачиванию. Музыка – music for the masses. Какие-то волшебники, да? За деньги покупаем только физический продукт. То есть, если вы коллекционер и поклонник, то, конечно, предлагается поддержать. Причем проект этот не коммерческий. То есть, не с целью прибыли. Нам бы, дай бог, будет чудо, если мы отобьем вложения все. Да, но цены разные, да? Цены очень разные. Честно, важно об этом сказать, что в магазинах совершенно жуткие наценки. То есть, в УПе он есть, есть в других магазинах, но там приближается к 40 евро. Это совершенно не та цена, которую… Неприемлемо. Совершенно не та цена, которую мы хотели вложить. Поэтому, значит, если у вас есть желание приобрести, заходите прежде всего на iputmabandcamp.com, посмотрите, что там есть, винил, CD, винил плюс CD, кассета, сумка и так далее. И дальше, если вы не в Риге, ну, покупайте прямо там. Если вы в Риге, там есть все координаты, как, что, пишите мне, нам, через Баркэм или через Facebook, там, еще как-то. Потому что, ну, зачем тратиться на почту и там много отчисления. То есть, просто встретимся и будет… Да, я еще… и мне так этот бюллетень нравится, это прям манифесты. Мне нравится, что музыка ваша, да, и как бы ваше заявление, что стимулирует выделение серотонина, например. Без медиаторного воздействия. Без медиаторного воздействия, да. Стремимся совсем не к нулю. Если вы испытываете апатию или, боже упаси, депрессию, принимайте ветер широко раскрытыми легкими. Это слова Влада, кстати, да, это текст Влада. Аклангисты жабрами, расслабьтесь и получайте наслаждение. Что здесь сказал Далай-Лама, когда у него спрашивали, что же делать? Он сказал расслабиться и получать удовольствие. Вот это, кстати, вся телега, она была сделана к концерту в Zero Zone. А, да? К тому самого, которого мы слышали. Это телега про регата. Вот концерт в Zero Zone позиционировался у нас как солнечная регата. Да, да, да. Солнечный ветер, тема вдохновения для фантастов, яхтсменов и астронавтов. Да, кстати, это все можно почитать, эту телегу можно почитать на фейсбуке, официальном фейсбуке DJ Snobo, то есть facebook.com slash DJ Snobo. Ну, это мой личный, как бы, да. Там есть раздел EPUTMA Press, и там всевозможные рефераты, статьи и так далее. Да, это очень интересный текст. Да, Левкин писал о вашем альбоме. Бурон распечатан. Осадчия писала, да. Да, 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 да. Так вот, этот текст, он был распечатан и раздаваем в зале. Просто вот мы ходили так вот, раздавали этот текст. Так купоны. И там в том числе, значит, какие-то бандиты были, которые там брали эти тексты, а там один из подзаголовков «Разберись с собой». Да, 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 «Разберись с собой». Да, если яхтсмены, уважаемые пассажиры, посетители, оплачивающие полную стоимость билета, регата – это именно то место, где встречают по одежде, а провожают по уму. А по поводу перерыва, вы в 2009 году разве не делали в «Спейс-гараже» уже тоже отбывшим «Епутманайт», кажется, у вас был? Не-не, ну это просто тогда все увлекались диджейством. И я диджеил, и Вовка диджеил. Был такой небольшой период, а Зага – это он же просто хозяин «Спейс-гаража» был. Поэтому идея была в том, что я поиграю, Вовка поиграет в «Пластинки», и Зага тоже остальные, по-моему, просто приходили или что-то такое. Ну, это и все, слет диджеев «Епутман». Скоро будем уже заканчивать. Вот еще ваша история с переизданием натолкнула меня на мысль о том, что поколение, ну по-разному можно понимать, сколько лет поколение, но примерно 25. И вот как раз прошло это время вообще восстановления независимости Латвии. И кажется, вот уже как импульс ваше это переиздание, оно как бы дает такой импульс к тому, что можно переосмыслить то, что было именно 25 лет назад, например, в Латвии происходило, что культового. И было ли еще, например, что-то, что с вашей точки зрения достойно и переиздания, и воспоминания, и просто… Ну, что оставили 90-е. Да, 90-е. Территорическая волна, вот это первое. Воспоминания, несомненно, заслуживает, конечно, все райвдвижение, особенно его самое начало. И я бы сказал, что история Латвии здесь, опыт Латвии абсолютно уникален в мире, потому что везде в мире райвдвижение начиналось, как правило, хулиганами, подростками. Ну, как в Англии, там футбольные хулиганы во многом это все дело начинали. То у нас… Художники. Да, то у нас художники, причем такие, хорошего пошиба, под руководством Каспера Ванекса и так далее. То есть все рейвы, первые рейвы крупнейшие, это было не просто танцульки где-то в Англии. Да, и в Даугаспилсе тоже было, в киноцентре «Октабри» с Олегом Малимухой. Это были мультимедиа-ивенты с… Абсолютно, коллаборации с художниками, с инсталляциями, с выступлениями, с поэзией, с танцовщиками. Вот когда тебя отец за руку взорвил, взорвил, взорвил. Я уже, да, как в клипе, уйпутный клип этот, с латвийского съемка латвийского телевидения, «Билды», да, это называлось? Это «Кулатер Билды», да. И там есть два человека, парень и девушка, которые просто танцуют, и парень так танцует, просто зажигает. Он только танцует, это Тарантино, это наш визуальный директор, который вот оформлял «Zero Zone». Он так танцует, он просто отрабатывает. Я хочу ударопросить правила жизни. Но мы не предупреждали, сейчас вот говорим, что… Предупреждал я вообще. Предупреждал, да. Если бы не предупреждали, я бы сейчас залив просто. Слава богу, что придупредили. Все гости, спрашиваем принципы, которыми его руководство. Я, Андрей, предупреждал? Все, отлично. Но вот я об этом думал и понял, что очень тяжело как-то придумать какие-то такие генеральные правила, какие-то принципы, определяющие именно всю мою жизнь в целом. Я решил найти какую-то более узкую часть своей жизни, специализированную, в которой я руководствуюсь принципами. Я подумал, музыка, конечно, для меня это главное, но все это часть жизни. Я подумал, ну вот я давно уже не музыкант, уже почти 20 лет как не музыкант, но душой все равно остался. И я… Для меня музыканты очень важны, и музыка важна. Поэтому какие у меня главные принципы в этом плане? Я всегда стараюсь поддерживать музыкантов, которых люблю. То есть если я какое-то время слушаю музыку и понимаю, что я ее люблю, я ей делюсь, я рассказываю, я стараюсь купить. Даже если это через 20 лет. В наше время, когда все можно скачать. То есть я скачиваю, слушаю, 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 куплю, оно мое, покупаю. Дальше я делюсь этой музыкой среди своих друзей, знакомых, на фейсбуке, еще как-то. Третье, я стараюсь этому музыканту выразить благодарность. Не только материально, а какими-то другими способами. То есть если музыкант приезжает сюда на концерт, я обязательно стараюсь к нему после этого подойти и сказать. Если, скажем, раньше я думал, что автографы это как-то дешево. То есть сейчас, наоборот, понимаешь, что человеку приятно, если я принес ему пластинку, тем более купленную заранее, может быть. Да, да, да. То есть и поговорить что-то, сказать, как это было выступление, что мне понравилось. Может быть, свозить его куда-нибудь, показать Латвию и так далее. То есть, значит, благодарность, поддержка любыми способами и делиться. Вот три принципа. А потом подумал, что, в принципе, эти принципы можно и растянуть на всю жизнь и помимо музыки тоже. Ну, наверное, я стараюсь этим принципам следовать и не только музыке. Но, по крайней мере, всех слушателей я призываю то же самое. И поддерживать музыкантов. Джон. Ну, я тоже не могу привести какие-то принципы, которые вот такие всеобъемлющие задают тон всей жизни. Да, но есть пара принципов, которым я следую там в определенных ситуациях. Да, первый – это делай, что должен, и будь, что будет. Достаточно часто ты попадаешься в такую ситуацию, когда просто нужно делать то, что ты делаешь. У тебя нет результата, на тебя косо смотрят или еще что-то. Но ты все равно делаешь для того, чтобы достигнуть этого результата. Судить нужно уже потом. И второй принцип – за спрос денег не берут. Очень часто мы в общениях с друзьями, с коллегами, даже с близкими, там, я не знаю, мужчина, женщина, да, боимся чего-то спросить и часто домысливаем за человека. И очень часто бывает так, что мы думаем совершенно неправильно. Человек делает что-то совсем по-другому или же… Не даем шанса, да, на контакт? Ну, не то, чтобы не даем шанса, да. Мы совершенно, мы часто думаем о человеке совершенно противоположное. Мы не попадаем, да. И для того, чтобы узнать, что же человек думает о тебе, там, или вообще по жизни, нужно его просто спросить. Не надо стесняться. Не надо стесняться. Да, а все это время на фоне играла песня «Through the Space». Именно под эту песню мы, собственно, попрощаемся и полетим дальше. Хорошо. Да, спасибо вам, Япут, что были у нас. Мы полетели. Спасибо. На следующей неделе снова выйдет программа «Давай». Не переключайте, подключайтесь и не прощайтесь. Да, страничка ФБ у нас появилась. Ой, важное сообщение, очень коротко. Мы подключились к Фейсбуку, нас можно найти на Фейсбуке. Просто вбейте «Давай» или «Давай-ФМ». И надо будет следить за всем, что происходит в эфире и за эфиром. Все, всем пока, всем давай. И предлагайте. Спасибо.